Закрома русской души Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл программ «Закрома русской души». Сегодня мы расскажем вам о северно-русской свадьбе. Закончились святки с гаданиями, ряженьем, веселыми молодежными игрищами, на которые съезжалась молодежь из всех окрестных деревень. На таких игрищах парни присматривались к девушкам, выбирали себе невест. И поэтому неудивительно, что сразу после крещения в русских деревнях начиналась свадебная пора, которая продолжалась до самой Масленицы. В традиционном крестьянском сообществе вступление в брак всегда считалось главным событием в жизни человека. Для того, чтобы стать мужем и женой, молодые люди и их семьи должны были совершить свадебный обряд, один из самых длительных и многосоставных в русской культурной традиции. Свадьба всегда имела большое значение не только для вступающих в брак и их семей, но и для всего села. Крестьянское общение становилось еще одной семейной парой больше. Укреплялось сообщество взрослых женатых мужчин, выполняющих основные сельскохозяйственные работы. В перспективе у молодой пары должны были родиться дети, а значит состав общины увеличится. Неудивительно, что в старинном свадебном обряде принимали участие все жители села. В разных областях России свадебный ритуал имеет свой неповторимый облик. На Дону свадьбу играют не так, как на Урале, а в среднерусских областях не так, как в Сибири. Драматическая, суровая северно-русская свадьба сильно отличается от веселой, яркой, шумной свадьбы южно-русских земель. Но было и нечто общее для всех разновидностей обряда – то, что центральным ее персонажем всегда была девушка-невеста. В результате ритуала ее судьба изменялась больше всего. Она навсегда покидала родной дом, расставалась с беззаботной девичьей жизнью, с подругами, входила в чужую семью, где ей предстояло жить до конца своих дней. Вся свадьба строится от лица невесты, и именно к ней обращено большинство свадебных песен. Сегодня мы расскажем вам, как играли старинную свадьбу в деревнях Северной России, в Поморье, Вологодской и Архангельской областях. Для Северной свадьбы характерен резкий контраст двух частей. Первая, происходящая в доме невесты, по объему значительно превосходит вторую. Прощание невесты с семьей, девичеством и подругами осмысливалось, как ее смерть, а дорога в дом жениха – как путь на тот свет. Именно поэтому во многих северно-русских деревнях основным музыкальным языком всей первой половины свадьбы были причитания – жанр, который больше всего ассоциируется с похоронным обрядом. На русском севере девушки учились причитать с детства, сначала наблюдая за свадьбами откуда-нибудь с палатей, а в подростковом возрасте участвуя в ритуале в качестве подружек невесты. Овладеть искусством причитания было непросто. Тексты северно-русских плачей – это настоящие поэмы, протяженные, насыщенные яркими метафорами. Обязательные канонические фрагменты в них чередовались с импровизациями. Кроме того, существовало множество исполнительских приемов, которыми непременно должна была владеть плачья. Иногда на свадьбу приглашали профессиональных воплениц – женщин, владеющих искусством галашения. Они постоянно находились рядом с невестой и причитали от ее лица. Послушайте плач, которым подружка будет невесту утром в венчальный день из поморского села Ненокса, расположенного на летнем берегу Белого моря. Уши вставай-ка ты, да лебедь белая, Уши вставай-ка ты, да красная девица, Уши на подлом от свои-то ножки резвые, Да куши на опад от свои-то до руки белые. Уши вставай-ка ты, да лебедь белая, Уши вставай-ка ты, да красная девица, Уши на подлом от свои-то до ножки резвые, Да куши на опад от свои-то до руки белые, Уши во последний тогда день Господь, Уши во родительском тогда строились, Да куши во родительском тогда благословились, Да куши пришли твои последние часы тогда минуточки, Уши вставай-ка ты, да лебедь белая, Уши моя тогда красная девица, Уши ты говори тогда полу-ро-ро-по, Уши ты, гляди на них полу-го-ла-сы-ка, Уши ты ходи по одной-то-то, половинки, Чтобы они тебя любили, да уважали. Как и повсюду в России, северная свадьба начиналась с прихода сватов. Обычно посылали сватовца крестного отца жениха, крестную мать-божатку и какого-нибудь пожилого родственника при чистея постепеннее. Сваты всегда приходили вечером, когда стемнеет. Войдя в дом, сваты подходили к печке, брякали печной заслонкой, а затем садились у дверей на лавку вдоль пополу, то есть вдоль половиц, и родители невесты сразу понимали, что пришли сваты. По море сватов мужчин узнавали еще и по внешнему облику. На голове у каждого из них обязательно должен был быть оплеук – старинная шапка с длинными ушами. Сваты не должны были переходить через матицу, пересекать главную потолочную балку в избе, до того, как получат согласие родители невесты. Разговор обычно начинали издалека. «У вас есть цветочек, а у нас садочек. Нельзя ли нам этот цветочек посадить в наш садочек?» Или «Нет ли у вас телочки продажной? У вас товар, у нас купец». Если родители невесты были согласны, то сватов приглашали пройти в избу и сесть за стол. Но часто, особенно если жених был из другой деревни, ответ сразу не давали. Говорили, что еще подумают. После сватания на следующий день родители невесты шли к жениху – смотреть место, то есть хозяйство жениха. Ходили по всему дому, заглядывали в амбары. Если хозяйство нравилось, садились с родителями жениха за стол и договаривались, когда будут устраивать рукобитие. Этот этап свадьбы в разных деревнях могли также назвать сговор или просватки. На рукобитие уже приходит жених, приглашает близких родственников. За столом идет разговор о приданном и о дарах, которыми невеста должна была одаривать жениха и его родных. Невеста должна была принести в дом будущего мужа целую гору домотканных рубах, скатерти, полотенец. Жениху полагалось дарить целый костюм, вышитую рубаху, штаны и в вытканной на дощечках поясок и заглядской шерсти. В приданное также входила перина, одеяло и подушки, а иногда домашний скот, корова или овцы. На рукобитии уже звучали свадебные причитания. Невеста с подружками сидели в стороне, иногда на повете, где лежала сено и хранилась хозяйственная утварь. В деревнях Архангельской области, расположенных на реке Мизени и ее притоке Вашки, свадебные причитания назывались плаксами. Сейчас прозвучит свадебная плакса на рукобитии из деревни Кеба, Лешуконского района Архангельской области. И ох темнечушки тошнехонько, да отворочу лицо белое, и от большого угла переднего, и от икон далеку Божьего, и от кирпицной жаркой пецоньки, она не грет меня, да охолаживает. Невеста, повиснув на руках своих подруг, причитала с урывом, с силой отбрасывая от себя яркие ленты, символ ее девичества. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Симон» «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok В Вологодских деревнях на реке Сухани на Сраку происходило покрывание или завешивание невесты. Около полудня девушки-подруги и мать невесты собирались и с причитаниями низко покрывали голову невесты большим платком, так, чтобы не было видно ее лица. Теперь ей предстояло ходить так вплоть до венчального дня. Невеста, даже если хотела выйти замуж, должна была вырываться, убегать от подруг, изображать горе. Послушайте причеты невесты и ее матери, звучащие во время покрывания из деревни Федотовской Тотимского района Вологодской области. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Перед венчальным днем в сухонских деревнях устраивали большие смотры. Накануне девки отнимали косу у невесты, выплетали из нее ленту красоту и рвали эту ленту на части. Невеста сопротивлялась, щипала и даже кусала девок. С утра невеста ходила в баню. Божатка собирала ее пот в тряпочку, потом цедила его в вино и подносила к жениху и его родне, чтобы любили молодую. Вечером приезжал жених со своими родными, человек 30. Пожилой родственник жениха Тысицкий выводил невесту и сажал ее рядом с женихом. Молодым, а также всем приглашенным гостям пели величальные песни. Такие песни пели на свадебных застольях и в других северно-русских деревнях. Вот как величали невесту на Пинниге в деревне Ваймуша Архангельской области. На грубе-то купавы, дива-леле, рано мое. Гладкие головы чесали, русы кудры завивали. У нас Аннушка-княгиня Ивановна первобрачна. Музыка-княгиня Ивановна первобрачна. Музыка-княгиня Ивановна первобрачна. Музыка-княгиня Ивановна первобрачна. А сейчас прозвучит величальная песня жениху из деревни Лепска или Шуконского района Архангельской области, «Что хитер-то-мудер первобрачный князь». Музыка-княгиня Ивановна первобрачна. 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 актерское мастерство и крепкая память, умение складно говорить, импровизировать на ходу. Скок через порог, чуть ноги переволок, за скобу руками, за старух зубами. Вы, старые старухи, какое вам дело здесь? Сидите на печи, грызите кирпичи, пейте кислый квас, хорошо здесь и без вас. А вы, вдовицы, ходите, глядите, наверное, замуж хотите? Вы мужей схоронили, друзей полюбили? Брашку попиваете, холостяков обнимаете? Слава про вас давно прошла здесь, а теперь уже и в Москве есть. А вы, солдатки, на разные глупости падки. Даже ангел от вас отступил, а дьявол соблазнил. Брашку выпили, по деревням с мужиками ходили. За это, за все по наехавшему живья все вам простили. Даже ангелов позвратили и дьяволов прогонили. Полно же вам слоняться, пора за работу взяться. Сидели бы дома, детей качали, а мужей целовали. А вы, девицы, ходите, глядите, тоже, наверное, замуж хотите? Высоко летаете с мужиками, рассуждаете? По улице гуляете, родителям люльки наживаете? А мужики-то не дураки, к деньгам бегут, как голодные быки. Прибегут, деньги отберут и назад, как от медведицы бегут. А вы молодцы, вам надо погулять, любовь девичью узнать. По межуткам прослоняться, узнать, что же там творится. Прошу вас приождаться, позвольте с княгиней повидаться. Здравствуй, княгиня первобрачная Людмила Света Ивановна. Со сватюшкой-матушкой, с крестной матушкой, с дружками-молодцами, верными брачными слугами, сторонницами-посторонницами, красными девками-певицами, и пирожными-мастерицами, и горшечными-погубницами. Наш князь первобрачный остался у тятеньки-у маменьки в белокаменной палате. Сидит на стуле, у витой кудре, при шелковом платочке, при белом голуночке, в драповых штанах, в козловых сапогах, велел сказать, Мойся, беленько, ходи хорошенько, Мойся, умывайся, поскорей снаряжайся, умойся, утрись, в зеркальце посмотрись, потом приди нам, молодцам покажись. Если есть гордость, спесь, оставь здесь, в ящик замкни, ногой притопни, кулаком прихлопни, ударя пол в гресь, пусть останется здесь. Он нас послал скорыми послами, обернул ясными соколами, велел низкий поклон вас дать, желает вас в очи видать. После здравствования родители благословляли невесту иконой, а затем подруги уводили невесту в другую комнату или просто за занавеску, где ее наряжали в самый дорогой праздничный сарафан. В доме невесты все ожидали приезда свадебного поезда, так называли процессию празднично украшенных повозок, в которых ехал жених с боярами. И вот, наконец, с улицы раздавались крики «Приехали! Идут!» Жениха, Тысяцкого, Бояр и Дружку встречали на улице с фонарями или свечами, даже если на улице было еще светло. Как только они входили в дом, родственницы невесты запевали. Налетали-налетали ясные сокола, Что садились соколы, да все за дубовые столы, Что за дубовые столы, да за верчатный скотертя. Послушайте, как эту песню поют в селе Варзуга Мурманской области. ПЕСНЯ 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 Приезд жениха в дом невесты во всех северно-русских деревнях был центральным событием свадьбы. Сходились вместе два рода, две семьи. От того, как пройдет эта встреча, зависели их взаимоотношения на долгие годы. Именно поэтому в песнях, звучащих в этот момент, все происходящее гиперболизируется, принимает грандиозные масштабы. «Конь бежит, колокол звенит, вся земля дрожит, едет зять, да зять на тесте в двор». Звучит песня «Конь бежит, колокол звенит» из села Кеврола Пинежского района Архангельской области. «Конь бежит, колокол звенит, колокол звенит, колокол звенит, колокол звенит, где все земли дрожит, 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.